Серёженька, если в течение 30 минут не сделать укол, парень умрёт, как дважды два, сказал врач, выйдя на террасу. А сделаем укол, будет жить. Сколько влезет. Кругом была мгла, вечер, высокие смутные деревья и подмосковные дачи. Надо выйти на шоссе, продолжил врач, и поймать машину. В больнице в 70 минутах быстрой езды, но выхода нет. Скорой помощи поблизости нет. Мамаша умирающего молодого человека, Вера Семёновна Первая, выкатилась в сад. За ней вслед выскочили несколько гостей и дачников. Муж-то помрёт, помрёт. Серёженька-то, бормотала Вера Семёновна, семеня ножками по направлению к калитке. Ей казалось, что все вокруг оцепенело. И только что-то сильное и жестокое давит ногу. «Где взять машину?» – подумала она. Ей на мгновение показалось, что она и есть машина. Быстрая такая и широкая. Раз-раз и понесёт своего мальчика до больницы. Быстро-быстро. Механически она выбежала за калитку на шоссе. Около неё раздавались громкие матерные голоса. Кто-то играл в карты, прячась в канаве. Фьють, 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 фьють! И очень захотелось, чтобы показались десятки, сотни машин. Но ничего не было. Подбежали, подтягивая штаны гости, дачники. Один из них на ходу полоскал горло. Вере Семёновне подчудилось, что спасение мальчика зависит от того, будет ли мир неподвижен и неподатлив. Как сейчас или нет, Пыхтяна побежала сама, не зная куда. Вдруг на повороте железной дороги она увидела легковой автомобиль, ожидающийся зелёного сигнала. Уже через минуту она была около Невого. Внутри сидело два человека, мужчина и женщина. Хватая себе за волосы, рыдая и воя, Вера Семёновна причитала о том, что нужно спасти молоденького парня, её сына, студента. Спасение займёт всего десять минут. Мы ещё не умывались, гражданка, вдруг тупо сказал водитель. Он шутит, конечно, вам аж вмешалась женщина, сидящая на заднем сиденье. Но поймите, мы должны вернуться вовремя. Машина не наша. Её хозяин давно ждёт меня. Мальчик же умрёт через полчаса громко, заорала Вера Семёновна. Но странно. Внутри она почувствовала, что кричать бесполезно, что вполне нормально. Естественно, если люди её не послушают. Это сознание стало придавать некоторую театральность и искусственность её, казалось бы, самым искренним и душераздирающим криком. Наконец, после того, как водитель холодно, как обычно смотрит друг на друга, прогуливающийся по улице, люди, взглянув на неё. Вера Семёновна поняла, что всё кончено. И хотя она знала, что не поступила бы так сама на её месте, тем не менее, прежний холодный опыт жизни заставил её даже не возмутиться, как будто так оно и должно было быть. И взглянув, она несколько даже лицемерно пискнула. Восемнадцатый год, мальчику-то, рано умирать. Вон, смотрите, там ещё одна машина, сказала ей женщина. Вера Семёновна бросилась туда, кричая, размахивая руками, но она не добежала до машины. Хотя водитель видел её дикую, стерзанную фигуру, он рванул с места. Автомобиль проехал мимо Веры Семёновны, обдав её грязью. Она обернулась тем временем, и первой машиной простыл след. Она, как на проказивший малыш, во всём удирала по шоссе. Вера Семёновна боялась присмотреть на часы, а по другую сторону железной дороги она увидела вспыхнувшую в её сознании картину. Около пивного ларька стояла милицейская машина, Дюжи и милиционеры втаскивали в неё молча, на стервенела сопротивляющегося мужика. Когда Вера Семёновна подсеменила туда, там уже были её соседи-дачные. Не дают автомобиль тупо и удивлённо сказали они ей. Говорят, что срочно надо везти пьяного, и они не могут, не по назначению, использовать машину. Вера Семёновна сама, не помня себя, но больше механически принялась кричать. Севолапые милиционеры подтаскивали пьяного, осматривали его. Но в то же время наблюдательно и даже с уважением слушали её. Слушали и ничего не отвечали. Одному она кричала прямо в ухо, но он, казалось, слыша её равнодушно, стоял и смотрел на пьяного, точно выпуская её крики из другого уха. Смотрел и переминался с ноги на ногу. Слезами хозяйка горе не поможет. Вдруг, крякнув, назидательно проговорил он. Тут же к нему пристала подошедшая со стороны какое-то пьяненькое, но громадное росту существует. Мужик сначала незаметно и тихо, как втайне с любопытством выслушивал Веру Семёновну и дачников. Теперь он усиленно взыгрался. Синочек у матери помирает, родное дитя. Зычно закликушествовал он, поднимая огромные руки то на грудь, то к небу. Люди! А, люди! А ли вы крокодилы, ежели бы чужой или племяш, а то ведь родное дитё. Пожалеть тут надо, приголубить, а, дубины! Он так кричал и самозабельно расплёскился, что не заметил, как Вера Семёновна с дачниками уже ушли. Долго ещё потом он орал, и даже когда милицейская машина уехала, одиноко бежал по тёмным дачным улицам, кричая, причитая, пугая собак и старух. Вера Семёновна, между тем, подходила к своему дому. Она ушла, потому что посмотрела на часы. Прошло уже 40 минут. Состояние у неё было мёртво, обречённое, слегка полоумное и в то же время спокойное. Она думала о том, что она ещё с самого начала, когда выбежала из калитки, осознала то, что хоть ей и встретятся люди, но никто ей всё равно не поможет. что просто так должно быть, судя по всему, что такое жизнь. И возмущаться так же нелепо, как если бы ударила молния и убила ребёнка. Но её душу кошмар сам по себе. Сам по себе. Потому что исчез её мальчик, она была уверена в этом. В таких случаях врачи не ошибаются. Маленький распушённый куст на мгновение показался ей сыном. Она размокла и захотелось поесть. По спине прошёл холод. Вдруг Вера Семёновна подумала, что теперь без сына ей сполна будет хватать её пенсии. Посмотрела на небо. Может быть, ей ещё удастся слетать на луну. В саду у её дома шумели, точно разговаривая с Богом, деревья. У калитки, освящённой уличным фонарём, стояла старушка-соседка. По её оживлённому лицу Вера Семёновна поняла, что Серёжа умер.